Всем привет! Я Анна Котова и это мой обзор по сериалу «Повсюду ты». Я бы сравнила эту картину по ощущениям с сериалом «Любовь не понимает слов». Приятно наблюдать за главными героями, недолгий, пару хороших саундтреков, легкий, романтический. Ну и почему все-таки зацепил? Наверное, потому что и в реальной жизни поговаривают, у актеров начались отношения, а такая искра хорошо ощущается зрителю и очень нравится, и очень располагает. Вообще, наверное, сложно играть в таких условиях не влюбиться хоть на чуть-чуть в своего партнера. Как правило, это же лучшие красавицы Турции. Столько времени проводить вместе на съемочной площадке, столько людей, наблюдая за сюжетом, мысленно делают посылы хоть бы были вместе. Ну поцелуй, ну давай. Как будто вся вселенная за то, чтобы окунуться по-настоящему в отношения со своим партнером по сериалу. Думаю, это очень непросто держать дистанцию для актеров турецких сериалов. И это правда. Главная героиня Айбуке Пусат, средненькая, вытянула своей кукольной фигуркой и работы стилистов и визажистов. Режиссерам в главной роли не советую, только в паре с сильным актером. Большинство смотрели и за главного актера Фуркана Андыча. Сразу отмечается не только своими бывшими девушками Денис Байсал и Дилан Джачек Денис, но и губами, да-да, губами. Даже Анжелина Джоли отметит в них конкуренцию себе. И это правда. Минусы сериала, слишком легкие и незамысловатые, скучноватые. Второстепенные роли неинтересные. Последние серии вообще очень сильно тянулись. Двери открывались только 2 минуты. Все замедленное и под музыку. Долго на главную пару смотреть тяжеловато. Не совпадение темпераментов. Ну и конечно же плюсы, губы Фуркана Андыча, фигура Айбуке Пусат, красота летней Турции, саундтреки. Ну и конечно же, любовь победила, поэтому ставлю 6 из 10. В принципе, до первого поцелуя смотреть хочется очень. Потом угасает интерес. Ну все, пока-пока.